Не надо меня кастрировать, не надо оскорблять Берем документы, я сказал, берем документы у водителя Водителя берем документы, инспектор Вы не действуете, вы бездействуете Неадекваты Вызвите подкрепление, вы вообще один не справляетесь Все разъехались Какой здесь адрес? Перед вами Я спрашиваю, рабочий проспект, 101Б Там не понимаю Вот адрес Да, рабочий проспект, 101Б Ни хрена себе воронежский было Нападает Ну, конфликт тут здесь, конфликт, сознание Конфликт С женой? Сейчас мы придем Все Сколько вам лет? 39 39 Вообще клипы в глазах какой-то штуки Как вас зовут? Муками Муками Давайте, давайте Хотите, она сейчас вам перезвонит Она вот, подошла, жена воды Продиктуйте ваш мобильный телефон Воззывайте подкрепление себе, вы не справляетесь Ну, потому что все разъехались Все разъехались, пока вы здесь находитесь Алло, здравствуйте Будьте добры, ППС и участкового Рабочий проспект, 101Б Нападение на журналистов Ну, физическую силу применяли Два человека Групповое нападение Э, они здесь, известны Нет Люди посторонние Шамардин Алексей Александрович Я оставлю e-mail только Либо телефон Сейчас назову Инспектор Вот гады какие, а А инспектор стоит Глянь, стоит, общается Вообще удивительно Надо в ГУД звонить, вызывать Я ППС позвонил, вызвал Охренеть можно, глянь Стоит, всех распустил Инспектор, вы всех распустили Я никого не распрыгал Мимо вас проехали Инспектор, жалоба на вас будет подана Хорошо Возьмите документы водителя Я говорю, составляю Берем документы, я сказал Я сказал, берем документы у водителя В водителя берем документы, инспектор Вы не действуете, вы бездействуете Что вы так решили? Берите документы у водителя Потому что все разъехались Оформляйте материалы на водителя на всех эвакуируйте задержите его все возьмите документы водитель мы пишем он тоже нападение групповой совершил два человека били вот этот взял гражданин чё-то наглая чьи-то документы не знаю поднимать брать почему бездействуете на ваших глазах человека сейчас сбивала машина сзади ходом доставить еще раз передал джо вы еще не отпускайте его границу куда поехал чё-то такое это чё было это чё такое вы бездействуете я вам говорю вызывайте сюда ппс и наряд и полицию вызывайте грубовое нападение было вы бездействуете эвакуируйте транспортные средства за бездействие вообще ужас материться при вас вы даже замечание не делайте вы чё творите инспектор или просто погонононоситель какой-то ходит вроде для есть человеку плохо и что дальше даем бригад без вас ему лучше не станет вам плохо будет вызывайте ответственно я больше даже ответственно вызывайте сейчас я приму тебе для самообороны то ли что подождите оишь угрожает угроза угроза инспектор зафиксируйте угрозу групповое нападение было помогал он все правильно сделал не надо ломать никому ничего это средний средний вред здоровью средний вред тяжести но вы причем а вы причем не выжди пусть ждут я может сейчас буду доказать врачебную помоказывайте вот пока не оказывайте они мне можете оказывать мне тоже плохо оно как от всех мамин 4 раза в лоб не кинул камнем 4 раз в лоб не кинул пару человеку по 4 раза в лоб не было человеку плохо во мне тоже плохо раз оставлять не только там немкому человеке враги не сбивали да это брат просто сидит на Article это ерунда. И один уехал без документов. Инспектор, лучше сами увольняйтесь, пишите заявление об увольнении. Вы не инспектор, понимаете? Вы не инспектор, я вам говорю. Мое мнение личное. Вы не должны работать такие, служить в органах, которые стоят вот полчаса и наблюдать, что он стоит. Оказывайте помощь. Он бездействует, он продолжает бездействовать. Меня четыре раза в лоб камнем кидало. Вот. Сюда попадал. Вот это вот. С ближайшего расстояния. Вот это неадекватная тетка. Вот это вот. Вот этот напал и групповое нападение помогал водитель, который скрылся. У которого документы взяли. Ты же сфиксировал все на камеру, как происходило, да, со стороны? Конечно. Ну вот. Дал инспектору документы. На две, по-моему, да? Инспектор не отреагировал. Пусть варяется. А все из-за бездействия полиции происходит. Такие вещи. Давай звоним. Я на него жалобу. Да, я позвонил уже. По 102, да, оставил жалобу. Теперь, а глянь, эвакуаторы стоят. Сколько эвакуаторов? Вот этот эвакуаторщик зачем-то. Слушай, а ты зачем нападал-то на меня, не подскажешь? Два человека тебе мало, ты третьим хотел быть. Да ты нападал, применял физическую силу. Я разнимал, блядь. Ты вообще не имеешь права меня трогать. Я перетрогал. Ты кто такой? Ты зачем лез-то не свое дело? Разнимал. Ты эвакуатором работаешь, водителем-то? Вот и работаем, куда ты лезешь? Ты чего журналиста трогаешь? Я не трогал, разнимал. Да не надо разнимать, мы сами разберемся без тебя. Ты наоборот мне хуже делал. Ты меня движение сковал, понимаешь? Мало тебе двоих. То, что нападали. Ты третьим еще стал. Тебе группового нападения мало, то, что было. И тетка неадекватной камнем еще бросала в лицо зачем-то. Я не видел ничего. А ты не видел, зачем лезешь, раз не видел. Разнимал. Да не надо разнимать, мы сами в себя разберемся. Разнимальщик. Вот тебе работа эвакуирует. Автомобили, а не разнимай. Охренеть, неадекватный. Три человека, еще и эвакуаторщик помогал. Ну вот, в общем, они самые первые, к ним подошел инспектор. Они уехали бы отсюда два часа назад. А, ну да. А до сих пор оставались после того, как тетка начала выдлить камни бросать. Мои за вас ничего не видят. Водой не надо только направлять и хулиган совершать. Да. Не надо меня кастрировать. Не надо оскорблять. Почему он ничего не видит? Инспектор, вызовите ППС, мат, нецензурная брань. Все на свете тут. Он ничего не видит тебе. Чем он пшикнул? Поедет. Вызвите, пожалуйста, ППС. Мат, хулиганка, все на свете. Нецензурная брань. Камнем бросал. Вы в него пшикнете. Она на вас так же будет направлять. Я ни в кого не пшикал ничем. А у вас жены ступудово нет. Я не пшикал ни в кого. Я не видел. Не надо оскорблять. Вот у него здесь видит. Не надо оскорблять. Ваш муж напал. Ваш друг помогал. На меня. Вы меня обезьян назвали, он Ясен Харкасин. Потому что вы толкать меня стали. Вы же толкать меня стали, оскорблять. Вы первые начали. Да отстаньте от нас. Так а что вы не уехали? Вы от вас остались. Теперь не отстанем. Теперь ППС, полиция. Теперь обои поедете. Мы никуда не поедем. Мы ничего не совершали. Ну лечитесь, правильно. Полечиться надо вам. Девушка, надо лечиться. В первую очередь. Два часа вас первых выписали бы вам. Вы молча уехали бы отсюда. После вас 20 протоколов выписали. Вы концерты здесь устраиваете умные. Отвалите от нас. Вы думки. Идите, работайте. Хватит зарабатывать на тех людях вроде нас. Мы на вас ни копейки не зарабатываем. Все идет в государство. Хватит договариваться с эвакуаторами. Хорош. Мы договаривались с эвакуаторами. Хорош. Эвакуатор с вами бездей. Распределить молитву. 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 инспектор можете вызвать инспектора дпс дпс ппс я сам позвонил полицию инспекторов дпс можете вызвать им смотрите 4 3 у 4 стоят да ничего не делать вот автомобиль сейчас там 3 я поясняю скорая приедет пусть приезжает а вы причем вы что можете сделать попасться нельзя вдруг плохо у меня тоже может плохо стать они вдвоем на поле ну давайте я сяду вы будете рядом со мной стоит еще раз говорю человек держится за голову ему плохо да ему неплохо он прикидывается больше это обычный прикидывается не выбрать выбрать в медицинской работе или нет я просто знаю когда не надо симулировать предположение нужно нельзя оставлять вопрос понятно уезжает постоял подождал инспектор продолжает бездействовать уже все машины разъехались практически остался одна две три и одного оформляет 4 едва и у которого который простояли в общем то все это время ну часто я и никто так и не приехал алё здравствуйте жалобу на бездействие инспектора можете принять ну да так запишите его значок 34 0 4 48 а можете еще раз представиться инспектор я жалобу подаю на вас лейтенант полиции масло дмитрий юрьевич масло дмитрий юрьевич лейтенант полиции на него жалоба на бездействие рабочий проспект 101 b находимся вот он прибыл сюда и 3 эвакуатора прибыл и он бездействует стоит ничего не делать то есть один эвакуатор уже уехал остаются два стоять здесь но никого не привлекли к ответственности не транспортные средства находятся стоят на трудом на тротуаре он бездействует да вот он сейчас стоит и бездействует до рабочий проспект 101 b шамардин алексей александрович вот эти персональные данные до которые сообщают вот эти нет я только телефон и фамилию не очень скажу а подожди хорошо хорошо спасибо до свидания вы только на тротуар не заезжайте пожалуйста на тротуар не заезжайте вас больше не ну поставьте на проезжей части я с вами познакомиться я дальше еду на проезжей части поставьте и знакомьтесь на тротуаре не надо вы заехали просто не материтесь пожалуйста не надо матом ругаться инспектор занят он никуда не ходит мы всех граждан независимости от обычной необычной какая разница инспектор он на я мы бесплатно все дело он не предлагал вообще он спросил бесплатно или платно я говорю бесплатно все а я не доходит 100 тыс все бесплатно делать любом случае если редакция посчитает нужен она сбрасывает реакционные задания и я еду тогда помогаю людям инспектор можете отреагировать на нарушителя инспектор ловите привод ну вот да он занят придет самому тогда реагирует здравствуйте на пешеходную зону вы заехали до передайте инспектору документы либо можете уехать он занят все равно так это чёп а то инспектор занят не до вас ему повезло вам что подсказали да пожалуйста здесь тротуар не ставьте пожалуйста здесь больше если здесь или надо паркуетесь и он пешеходная зона знаки даже есть но здесь бордюр есть долю дороги можно поставить так а инспектор инспектор вы можете отреагировать на нарушитель или занятого будет стоять а его все время будет стоять так как бригада медицинской помощи при есть сразу будете реагировать продолжу все понял интересного не знаю мне кажется вообще но что вы то сделаете сейчас с ним вы же ему не поможете ничем нет это не оставление в опасности потому что вы вызвали скорую помощь и не должны дождаться то есть вы можете что-то сделать мы должны дождаться здравствуйте алексей раз хулиганите нет 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 все хорошо здравы мы нет манипулино цельном полигоне все правильно сказать можно что-то произошло мимо с общественным движением и поинтересоваться муж какая пола не станут на ваш а на воду вот они знаете ну может он заслуженный полис может не заслуженный кто его знает правильно надо разобраться понимать все правильно а в этот порядок проводится да ну конечно естественно как обычно пешеходная зона выживите вот инспектора стоит и ничего не делает уже длительное время эвакуатор стоят третий был разъехались мы ждем приезд бригады скорая медицина но вы что ничего и мне не помогаете ничем не указывать что он мне делать и как хорошо мы сами разберемся он стал за меня заступаться они нас включали по голове и вщипывали в какой-то химии человек нельзя в опасности оставлять сейчас нам инспектор помогает мы вызвали скорую дайте нам пожалуйста спокойненько посидеть алексей скажите пожалуйста вообще вот таком нецентивно можно было сбежать я ничего не делал с данными гражданами только они напали групповое нападение совершили все они на вас напали конечно втроем провоцировали абсолютно привлекались к ответственности люди вот привлекался девушка начала оскорблять я сделал замечание чтобы не оскорблял вот этот человек зачем-то начал кулаки распускать все зачем-то и ему начал помогать еще вот товарищ другой больше ничего интересно вот их привлекали к ответствии были недовольны ходили за мной постоянно всячески провоцировали вот и наверное свое получили наверное неравнодушные граждане их чем-то залили неизвестным средствам да кто пшикал-то кто ну я-то не пшикал ничем я не знаю я не знаю никаких товарищ товарищей никаких мы не знаем я здесь был один я здесь был один я не знаю никого посмотрим я не снимал у меня нападали они у меня камера не было чё там нашли я один здесь был я говорю вам я не знаю может неравнодушный гражданин человек подтверждает что был кто-то с вами женщина я я я ник не пшикал никому я не знаю не видел кто-то может и пшик может неравнодушный гражданин подписчик остановился на машине подошел решил за вас да таких много людей конечно очень но тоже групповое нападение было конечно он решил заступить на девушку и мужчина нет вот еще мужчины и нарыв каторщик там что-то оттягивал я не знаю что он делал может оттягиваю разнимал при этом ты не бросил на ступеньки вы водой главное не мойте хорошо сметана но на рт и руки распускал просто я же не видел я-то думал ты меня бьешь там кулаки летели какие-то как-то ну это разберемся но это же и не ему нанес я не знаю не знаю сама муж была порвана может была порвана а ты наезжал на меня зачем на друга наехал на какого-то на пешехода неравнодушно а вы знали на я совершал ты на кого-то нет да 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 мужчина и все да они ну так и ладно пусть так будет так но в машинстве не эвакуировали вообще ни одной инспектор бездей сюда стоит оштрафовали до много 1 инспектора 10 человек пример может 2 12 а этот не я ему сказал в 1 1 по мы оформили сегодня девушка одну золи экипаж я тоже сам звонил два раза в год это звонил вам лист бумаги нужно давать сейчас типаж приедем дам лист бумаги хорошо а вот а вот здрасте а зачем вы заехали на тротуар водитель без ремней безопасности вы уезжаете не заезжать пожалуйста и пристегитесь здрасте здравствуйте дознаватель с комментариев я не хотела ну так так представьтесь дознаватель скомментированского отдела полиции лейтенант полиции куценко куценко 0 0 16 98 да я обращался в полицию на журналистов групповое нападение было три ну я на меня фиксировал правонарушения неадекватные граждане три или четыре человека напали просто начали руки распускать они часть здесь находятся часть куда побежала а вы можете вас представить и погромче можно если капитан полицию уголовный розыск лобов роман так лобов роман вячеславович 00 16 10 спасибо да да и подробная 18 а расскажите вы Что случилось? Мы приехали сюда. Мне нужно было здесь изучать некоторые бумаги. Меня высадили. Человек говорит, да, выходи, пока бери пакеты, даже не все припарковался. В этот момент подходят эти ребята с камерой. Всюду какие-то камеры, полиция. Начинают сразу, они там припарковались. Он говорит, так я еще даже не припарковался. Мы стали вот это разбираться. Я потом ушла, получала свои документы. Вышла через час, до сих пор вся эта ситуация. Какова сегодня? Стало выяснять? Да. Нет, заявление. И нецензурная барань вот в общественном месте на неоднократные замечания не реагировала. Есть на видео, я все покажу. 20.1. И групповое нападение, вот, зачем-то начали руки распускать. Говорит, разнимал якобы, но я видел, там кулаки летели, там не видно было. Да не кинулся, вот, девушка начала толкать. Потом мужчина начал руки распускать. Еще раз снимали видеозаписи. Второй инцидент есть. Это запись вся в записи. Да, так что изым вот видеозаписи и все посмотрим. Я ничего не знаю. Я никогда не распускаю. Гражданин. Так, что там эвакуирует? Нет. Первая машина будет сейчас подниматься и эвакуация будет осуществляться. Транспортное средство, наконец-то, первое. Со слов. Я заявитель, со слов. Заявители, они тоже заявители. Но я ничего не делал в отношении них. Вы уточнили, кто что делал? У меня есть видеозаписи. Нет. Ну и... Что заявить? Фамилия. Шамардин Алексей Александрович. Так, машина там поднимает пока. Первый автомобиль, наконец-то, за сегодня. Ну, человек 12 привлекли. Многие разъехались, это ясно. Esta ясно. Это ясно. Не, что ну. Ну, ясно. А вот ясно. Я работаю. Я Animals. Сейчас, ясно. Gy dans one 2019 г, رو�, что ж на ко мне. Я заagit Jahren. Так, записывайте, да? Так, третий вернулся, эвакуатор. Три машины, наверное, осталось тут, поэтому и три. А вы инспектору скажите, что вы привлечены? Вон там он, а то могут забрать. Скажите инспектору, что вы уже привлечены. Алексей Александрович. Александрович. Так, здесь эвакуатор подъехал. Я только сообщу e-mail для ответа. Электронный адрес. Фамилия, имя, отчество и e-mail. Так, сейчас, секундочку. А, вот, реагировал инспектор. Инспектор, у вас есть тоник-прибор? Тоник, есть прибор? Нет. Я по эвакуации. А можете предложить водителю снять тонировку добровольно? Пусть он снимет. Я еще раз говорю, вы пришли без документов, правильно? Мы заново продолжаем вопрос ваших транспортных средств. Если до момента эвакуатора вы придетесь без документов, мы машину опустим и составим на вас статистическую приятность. А там пришел водитель, да? Пришел. Все, я понял. Так, извините, давайте продолжим. Документы можете вы... На каком основании? Я принимаю с вас объяснение. Вберальный закон о полиции. Объяснение, отказывается писать заявление. Принимайте, пожалуйста. Заявление у вас в полиции. Нет, 736 приказ, вы обязаны. Протокол. Протокол принятия, основное заявление. Объяснения никакие давать не буду. Я сам знаю, что там нужно. Заявление может быть даже анонимным. Общение может быть анонимным. И заявление. Я со слов запишу. Все, вы заявление будете, да? Да, да. Сметаной, я не все, полностью. Так, вы слышали, как оно материлось, нецензурная броня выражалась? Не было. Инспектор, при вас было несколько раз. Слышал. Слышал. Товарищ полицейский, полицейский, поясните, пожалуйста. Я замечание делал вот этой девушке нецензурной броней? Делал? Полицейский. Делал? Замечание я не слышал. Но материлась она, да, в общественном месте? При вас это было? Инспектор, при вас это было? Тащи, смех. Было, было. А? Был. Полицейский. Я знаю, да, да. Они же были скоро, сейчас. Так, объяснение не будут давать, заявление только. Рапорт принятия, основное заявление. Так, можете ему подсказать, чтобы добровольно, чтобы снял тренировку? Снимите, пожалуйста, тренировку. Ну пойдем, не выпишем все равно. Нет, снимите, я говорю, тренировку. Да, все. Спасибо, Анфек. Долго время не реагировали, но вот, наконец-то. Да что ждали, пусть помощь там сама она разберется. Что он сидит все равно? Во. Отлично, да. Да, да, конечно. Заявление, все, все, замечательно. Сейчас скоро приедет. Да, да, да. А это водитель ваш нет? Вот этот водитель. Или нет? Вот сотрудник. Сотрудник. Да, это водитель. Молодец. Так, снимает тренировку. Так, вы больше, пожалуйста, на трутар не заезжайте, хорошо, без проблесков, маячков. Вы вот здесь заехали. Вы же водитель были патрульного автомобиля. А в этом уверены. А? А в этом уверены. Не вы были? Мне сказал просто коллега, во что вы. А вы не верили. А, ну мне коллега сказал, я со слов. Понимаете, вы в маске, я не видел. Никому не верили. Вот, вот коллега сказал, что вы, на камеру. Поэтому я подошел. Никому не верьте. То есть не вы были за рулем? Только верьте своему сердцу. Все, понял, хорошо. Вопросов нет. Так, что тут? Все, пойдем. Так, вы инспектор будете объяснение брать, по-моему, по полу нецензурной брани девушке? Хулиганство. Да. Он же слышал. При нем было. Попросите его, пожалуйста. Да что прошу? Ну, он же уйдет. Он не уйдет. Не уйдет? Пока машина не закрывает. А он все, уже уезжает. А, там будет привлекать. Все, понятно. Ладно. Так, тренировку здесь сняли. Все хорошо. Так, а вы примете, да, потом заявление? От меня. А вы не представились. Как вас зовут? Алексей меня зовут. Ага, подскажите, пожалуйста, объяснение оперативному субтитру. Отказался. Только заявление будет. Водитель, здравствуйте. На пешеходную зону заехали. Включите, пожалуйста, проблесковые маячки. Водитель. В проблесковые маячки включите, пожалуйста. Вы заехали на пешеходную зону. Здесь нельзя стоять на автомобиле. Всем механическим транспортным средством движение стоянка здесь запрещено. Сзади знак у вас. Все, включили. Спасибо. Так, там оказывают первую медицинскую помощь. Так, там водитель оказывает первую помощь. Там экватор стоит, ждет, потому что водители все пришли и привлекаются к ответственности. Вы можете пока его документы приезжать? Постой, по словам, есть машина. В машине, отключите. В машине. У него аж, наверное. Я не водитель. Включи. В машине. Включи. Так, здесь стоят ДОТ-эвакуаторщики. Мы сейчас осуществляем общественную деятельность вот как раз Алексея. Ну, чтобы все в поле было, все пришлось и замечательно было. Тоже выкладываете видео? А мне Рома. Вы лучше в следующий раз подумайте, чтобы не нарушать, а не смейтесь. А то будете привлечены к ответственности. Лучше извините перед гражданами. Хорошо. Вот. И, пожалуйста, поаккуратней. Я не уберу камеру. Вы когда будете в училище? Я могу сейчас запросто послушать. Если вы так будете хамить и вести себя вот подобным образом, я подойду к инспектору, и вы будете привлечены к ответственности. Вместо извинений вы начинаете что-то права качать какие-то. Здесь пешеходная зона. Понимаете, здесь даже с маячками, с проблесковыми нельзя стоять по-хорошему. Можно. Пешеходная зона. Можно. Запрещено движение стоянка всех механично-транспортных средств. Вы ошибаетесь. Всех, даже с проблесковыми маячками. Но, учитывая, что вы приехали в крайнюю необходимость, тот человеку оказать помощь, поэтому и вам я иду на встречу. Вы учитесь, если вы выходите. Нет, это не тротуар. Я учился, а вы учились. Вы путаете тротуар. Вы кто есть блогеры, и никто ездил. Среднестатистический пешеход я. Вы путаете тротуар с пешеходной зоной, понимаете? Ну, а как вы снимаете? И что вы с переходом? Я говорю, вы путаете тротуар с пешеходной зоной. Вы можете понять? Да, водитель скорой помощи стыдно. ПДД не знает. А вот на тротуаре вы имеете право отходить от правил дорожного движения. И на пешеходной дорожке имеете право. А на пешеходной зоне никто не имеет права заезжать. Вон знак, сзади вас 533. Вы знаете знак такой? Знаю. 533. Что он означает, знаете? А вы еще права качаете. А вы знаете, что здесь была подстанция? Не знаете. Что здесь подстанция? Пешеходная зона здесь, понимаете? Здесь была подстанция. Здесь мы стояли. То, что здесь было раньше, не было знака того. Вы имели право здесь стоять. А сейчас не имеете права. Блогер. Когда знака не было, конечно, имеете право. Знак не имеете права. Нужно вас не снимать? Мы конфиденциальные данные не имеем. Я персональный фиксирую. Я только вверх направлен. У меня на персональные никакие мне не нужны. Что, коррупционная составляющая какая-то? Полицейский. Машину не надо. Нельзя же что. Так здесь берите заявление, объяснение на месте. Вы снимаете персональный фиксирую. Я не снимаю. Вам показать то, что я снял? Правильно. Опубликовать не имею права. А снимать имею право все. Опубликовать 13.11. Статья. Прокуратура занимается. С Роскомнадзором. Все правильно. Распространять не имею права. Общественное место. Все что угодно. Вы все равно никуда не уйдете. Потому что я буду все фиксировать, чтобы коррупционной не было. Вранья никакого. Персональ данных не будут снять, поверьте. Вранье. Я предупреждаю об ответственности. Вы уже взяли у меня персональные данные? Или сейчас берете? Я еще беру. Тогда я отойду. Чтобы вы не беспокоились, я отойду. Когда персональ данных не будет, подойду. Чтобы вообще не было никаких распространений. А то в общественном месте еще что-то запрещают. Смешно, Алексей? Полиция не знает своих прав, обязанностей. К сожалению, иногда. Что, распространять? Я же не имею права. В любом случае. Какая речь, что я сниму, что нет. Выложу Роскомнадзор. Все. Закончили персональные данные собирать, нет? Я понял. Хорошо. Видите, как Алексей? Или видишь, не знаю, как тебе. Все больше и больше мест в Воронеже наводится в порядок. Реконструкцию делать. Переделывать. Здесь тоже обещали. Только ваши методы просто. Понимаете, они очень печальные. Понимаете? Послушайте, это ваше мнение. Так же нельзя себе беседовать. Смотрите, из-за знакомысля и преследований нет у нас в Российской Федерации. Я вам скажу так. Вот этих всех ситуаций, которые вы создаете. Отвечу на телефон, разрешите. А потом продолжим. Так, спецсвязь. Видите, даже спецсвязь не заезжает на пешеходную зону. Молодцы. Так, перейдите, пожалуйста, по линии. Товарищ, представитель спецсвязи. Представитель спецсвязи. Не нарушайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Перейдите по линии. Перейдите по линии перекрестка. Ну что же вы делаете? Вот видите, даже спецсвязь, ребята, не заезжает на пешеходную зону. Знает правила дорожного движения. Это приятно. Это очень приятно. Так, скорая помощь забрала пострадавшего. Нарушителя автохама. Пристегивайтесь, пожалуйста. Я говорю, пристегивайтесь. Не надо меня так со мной разговаривать. Если есть ремни. Понятно, водитель. Скорая помощь. Обычно все адекватные. А тут хам, да? Ну, какой-то. Думаю, возбужденный. Работа трудная. У человека.